Всем привет, ребят! С вами Юмилия, и сегодня мы вместе посмотрим на 5 стримеров, которые забыли выключить стрим. И, кстати, насчет прямых трансляций. Я стримлю на своем втором канале и также на твичике по средам, субботам и воскресеньям. 18.00 по Москве, между прочим. Поэтому, если вам это интересно, то я рада буду вас видеть на своих прямых трансляциях. Я вот, например, уже не могу представить свою жизнь без стримчанских, и именно поэтому мне очень интересно посмотреть этот видос. Ну, а также в будущем я бы хотела реагировать на различные нарезки со стримерами, поэтому, если тебе это интересно, то пиши об этом в комментариях. Ну, а также я думаю, что ты заметил или же заметила, что я покрасила свои волосы в ярко-рыжий цвет. По плану, мои волосы должны были быть натурально рыжего цвета, но что-то как-то не получилось. Ну и к тому же, как вы видите, цвет на корнях такой вот насыщенный рыжий, а вот на кончиках он какой-то даже желтый ватый. Результат странный, я даже не понимаю, нравится мне это или же нет, и ты напиши, пожалуйста, в комментариях, что ты думаешь о моем нынешнем цвете волос. Ладно, го смотреть видосик, и не забывай, конечно же, про подписку на мой канал, если еще не подписан, ну и, конечно же, на мой инстаграм, да, почему бы и нет, почему бы тебе не подписаться на мою инстаграм, мне же будет очень приятно. Все, го смотреть видос. О, да. Мне кажется, чтобы остановить стрим, можно просто закрыть УБС-ку и все. Погнали. О, какие очечки. Какой милый китя. Вот бедный ноутбук. Популярный стример у МГ-чат на личном опыте узнал, почему это не самая лучшая идея. Однажды, оставив свой комп на ночь, в 6.30 утра его стрим запустился. И все это из-за его кота. Дело в том, что его позначил лазить по столу и просто по нереальному стечению обстоятельств нажал горячую клавишу, которая запускает стрим в прямой эфир. Микрофон, мне кажется, он сделает это специально. Обязательно. Обязательно. Это как-то жутко. Четвертое место. Теперь давайте заоценим девушку стримера в похожей ситуации. История умалчивает, каким образом она умудрилась случайно включить свой стрим. Я думаю, что ни для кого не секрет, что девушки-стримерши в основном собирают неплохую аудиторию благодаря своим внешним данным. И, кстати, в этом выпуске вы увидите еще несколько таких стримерш. Напишите в комментах, это правда или нет. Это сейчас подогревает интерес, чтобы вы даже не думали переключаться. Так, кажется, я поняла, почему у меня мало зрителей на стримах. Походу, я настолько стрёмная, что я не нравлюсь людям, и поэтому меня почти не смотрят. Что ж, стоит об этом задуматься поподробнее. Ну ладно, давайте посмотрим. Именно по правлениям этих двух внешних данных она занимается перед тем, как запустить свой стрим. Получилось достаточно забавно. И также весело наблюдать за тем, как девушка удивилась, когда поняла, что стрим уже в эфире. Могу представить. Третье место. На третьем месте у нас стримерши по имени Фусли. Она завершала свой стрим и отвечала на вопросы своих зрителей. Также она играла в Pokemon Go, но самое интересное произошло далее. Да, что же там произошло, я думаю, тут сложно было бы сказать с первого взгляда. Сначала я сам не заметил, в чём дело, именно поэтому я использовала огромную красную стрелку, чтобы сэкономить ваше время. Далее мне нравится, как она понимает, что спалилась, но делает вид, что ничего не произошло. Ясно. Я, по честно говоря, не заметила бы из-за сделки. И далее вы поймёте, почему. Забыв выключить стримчанский, она вместо того, чтобы нормально сходить в душ, начинает пользоваться мокрыми салфетками. Она сейчас будет... Если честно, я не уверен, поняла она или нет, что находится в эфире, но выглядело это достаточно странно. Боже мой. Нет, мне кажется, что она в эфире, потому что она ещё и говорит. Она сделает специально, наверное. Нет. Лучше сходить в душ. Я её помню! Это жесть, да. Это понятно, ничего. Что выключила стрим. Даже не знаю, специально это было сделано или нет, но это явно принесло ей дополнительной популярности. Кстати, многие говорят, что это действительно было сделано специально, но я, по правде говоря, сама и не знаю. Сейчас всё увидите. И как мы видим, девушка радуется тому, что уже завершает стрим. Далее она прощается со зрителями. Хотя бы туит мнение, что это фейк. В любом случае, судите сами. Ой, боже, 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 боже. Я на это смотреть не могу. А ещё лучше всем всей силы вдавить лайк под этим видео, если мы соберём 10 тысяч. Нет, мне кажется, что всё-таки, чтобы сделать подобное специально, нужно себя либо слишком сильно любить, либо слишком сильно ненавидеть. Ооо. Это лицо особенно... Ох, не буду показывать, не буду пародировать, вы и сами всё видели. И да, напиши в комментариях, какой момент из этого видеоролика шокировал или же удивил тебя больше всего. Мне вот, например, очень не понравился момент с пятого места, когда парень спал и стрим сам по себе запустился. Это действительно жутко, и ему повезло, что друг позвонил, и всё это прекратилось. Котейка какой-то очень странный. Мне кажется, это далеко не совпадение. Но момент с первого места я вообще молчу. Я когда узнала об этой истории, я просто сидела с фейспалмом и не понимала, как такое вообще могло произойти. Не забывайте про мои стримы на втором канале на Твиче. Ссылки будут в описании, и про мой Инстаграм, да? А с вами, как всегда, была ваша Юмилька. Спасибо вам за просмотр. Ловите сердечко, и всем пока. А ведь реально, у меня поэтому мало зрителей. Потому что внешность не соответствует. Что мне сделать, чтобы у меня было много зрителей?